Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня я буду делать слендерину. Ребята, подписывайся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, потому что у меня самый крутой канал на русском ютубе. Я делаю много всяких сумасшедших идей, и мне нравится делать крутой контент для вас. Так что не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы оповещения моих суперкрутых видео приходили вам самыми первыми, чтобы вы успели написать. Я первый, потому что первым пяти людям, которые успеют... Пятерым, как правильно сказать? Первые пятерки, в общем, ребята, я поставлю лайки и отмечу вас сердечками. Возможно, если это будет какой-то суперклассный комментарий, я обязательно на него отвечу. И, кстати говоря, в предыдущем видео я делала горку из пленки. Вот, посмотрите, вот этот мой дом. Скоро там он будет еще усовершенствоваться, будет много всяких новых, будем строить огромный городок вместе со мной. Так что скучная школа, она пусть останется у вас в школе, а после школы обязательно смотрите мои ролики развлекательные, чтобы вам было не скучно, а весело, и поднимайте себе настроение вместе со мной. Ну, тут приступим к нашей слендерине. Как вы знаете, слендерина – это просто какая-то игра. И у меня здесь есть волосы слендерины, у нее черные волосы, есть платье слендерины. Я прикупила. Ничего себе фасончик. Мне идет? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ребята, и вот белая бумага, на которой я постараюсь нарисовать, собственно, лицо слендерины, что будет самым сложным. Давайте, наверное… Ой, улетел пакетик. Волосы пока оставим. И вот на эту палку-палку сейчас мы наденем вот этот вот шикарный наряд. Платье слендерины. А, кстати говоря, вот смотри, как будто это привидение. Можно вот так меня как-нибудь снимать, типа… А круто, кстати, будет смотреться. Кто мимо будет проходить, скажет, нифига себе. Привидение! Призрак слендерины. Итак, мы, значит, его сейчас как-нибудь наденем. Платье! А, я все потеряла! Э, ты где? Рука! Рука, рука! Рука, рука, лицо! Ой-ой, потеряла. Иди сюда. Главное не разорвать, а то вообще ничего не получится. Так, 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 так. Одна рука готова. Теперь, ребята, вторую надо надеть. Это, кстати говоря, достаточно сложно надеть такое шикарное платье на… Ну, сорочку на платье. На этот столб. И, собственно, не разорвать. Так, теперь нужно нам расправить все это дело. Так, вот, тихо-тихо, не рваться. Что-то немножечко подкашивается, но ничего страшного. Ребята, уже почти похоже. Ну, я надеюсь, что мое лицо… О-о-о-о! Чуть не упало. Я надеюсь, что мое лицо не выглядит лицом слендерины. Но о платье, я думаю, вполне сойдет. Итак, теперь нам нужно что сделать? Нам нужно как-то сделать лицо слендерины. Лицо слендерины страшное, вытянутое. В принципе, как и вот эта палка. Нам осталось только намотать на нее вот такой вот бумаги и вниз чего-нибудь затолкать, чтобы… Ну, это совсем, наверное, худое лицо. Надо подумать, что можно затолкать. Ам-ам. Думаю, что солому подойдет. Ребята, я решила натолкать это все дело с соломой. Сейчас я заверну это все в один слой. В первый. Так, постараюсь сейчас сформировать что-то типа похожее на лицо. Как-то вот так вот, да? И сейчас мы… Вот, бег. Все завернем. Вот, ребята, вот такое лицо получилось. Сейчас я его немножечко… Еще примотаю скотчем. Получается вот такая голова слендерины. Потом мы обязательно на ней нарисуем те глаза, которые у нее есть. Итак, ребята, голова слендерина готова. Осталось прикрепить ее к ее туловищу с шикарным платьем. И почему-то, вы знаете, голова у нее всегда как-то она вот так немножко коса. Сейчас я постараюсь именно так тоже закрепить. Как-то немножечко вот так. Я думаю, почти похоже. Сейчас я возьму маркер и буду рисовать ее. Так, ребята, голову мы прицепили, но какая-то у нас странная получается шея. У нас вот есть такая бежевая какая-то бумага. Сейчас я попробую залепить вот эти участки при помощи скотча. Ну, чтобы это было похоже на шею. Здесь надо сзади скотчем немножечко залепить, чтобы она не улетала. Никуда не делась. Так, ну что, по-моему, все очень даже и неплохо получается. Ну что, приступим к рисованию лица слендерины. Итак, ребята, мистическим образом на этом кусочке видео у меня пропал звук. И причем это стало происходить очень часто с моими видео. Это может быть связано как-то с мистикой, но, скорее всего, связано с тем, что микрофон у меня не особо дорогой, потому что на дорогой денег нет. И поэтому происходят такие проблемы, как пропадание звука. Но сейчас я вам все расскажу. Сейчас я смотрю в телефон. Там у меня нарисовано лицо слендерины. И я пытаюсь нарисовать лицо слендерины именно так, как вообще должно быть. Я понимаю, что у меня не очень-то получается. Но я не художница, поэтому не судите строго. Я стараюсь, чтобы было более-менее похоже. Так что рисую глаза. Такие вот у нее брови. Посмотрите, может быть, сейчас где-то на картинке наберите и увидите, как бы правильно я рисую или нет. Но в конце этого видео будет все понятно и похоже моя слендерина на слендерину или нет. Кстати говоря, вот здесь рисую я нос. И нос у меня получился, конечно, поросячий. И я над этим жутко смеюсь. Действительно, нос получился не очень. А точнее, он вообще не получился. Сейчас самое интересное – это рот. Потому что рот у слендерины, он как бы в ужасе такой открытый и черный. Как будто она хочет там кого-то проглотить или что-то проглотить. Может быть, она голодная. Сейчас я его закрашу черным, чтобы... Ну, как на картинке. В общем, ребята. Но что со звуком случилось, я вот абсолютно не знаю. Думаю, что я пока не буду пользоваться этим микрофоном. Так что качество звука будет не очень. С ветром, с шумом, скорее всего. Но я надеюсь, что вы меня поймете, поддержите. И как только у меня появится средство, я обязательно прикуплю крутой петличный микрофон, чтобы он писал отличный звук. Потому что я понимаю, что вам хочется смотреть видео качественно и с хорошим звуком. Ну, нос вообще просто получился. Ну, кстати говоря, вот сейчас, когда я уже смотрю, достаточно страшновато. В общем, ребята, лицо мое готово. Вот я показываю, какая страшная у меня получилась слендерина. И теперь нам осталось всего лишь одеть ей волосы, а также надеть руки. Потому что она у нас получилась какая-то безрукая. Где-то у меня тут две трубы есть. Вот. Они нам заменят руки слендерины. Сейчас я поправлю сорочку ее. Вот. И одену одну руку. Я знаю, что руки у нас настоящей слендерины, они какие-то тонкие и непонятные. Я хотела сначала оставить палки, может быть, подлиннее как-то. Но все-таки решила оставить вот этот вариант рук, чтобы как-то и платье было пошире. Вот. А теперь, ребята, конечно же, мы оденем волосы. Где мои волосы? Вернее, не мои, а волосы слендерины. Они черные, растрепанные. И сейчас будет кульминационный момент. Это будет завершающий момент моей куклы, сделанной самими, со своими руками. То есть это слендерина в реальной жизни, ребята. То есть вот как она выглядит у меня сейчас дома. Слендерина стоит у меня дома. Вот. В реальном времени, в реальной жизни. Так что если вдруг кто-то живет в моем городе, то проезжая мимо, сможет увидеть такую. Но я надеюсь, что вы не испугаетесь. Ни в коем случае не хотелось, чтобы вы испугались. Поэтому здесь я призываю вас подписаться на мой канал. Поставить лайк, если вам понравилась моя слендерина. И обязательно, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Вот я показываю, что нос как у поросенка. Ребята, я вас очень сильно люблю. Надеюсь, что получилось супер. Жду от вас поддержки, лайков. И всем до новых встреч, в новом видео. Всем пока-пока.